МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спецмашина разогревает асфальтовую крошку до 180 градусов. Параллельно с помощью технологии инфракрасного нагрева до нужной температуры доводят дорожное покрытие. В ямы кладут горячий асфальт, заливают битумной смесью и проходят ручным утрабовщиком, который дает нагрузку в 4 центнера. Самара первая получила на тест-драйв совершенно новую для российских дорог технику для горячего ремонта в мороз. Такая методика гораздо эффективнее и экономичнее традиционного для зимы аварийно-ямочного ремонта холодным асфальтом, которого хватало на несколько дней. И этот ремонт должен продержаться до лета. Предварительный подогрев до 180 градусов позволяет более качественно и на дольше срок производить работы по ямочному ремонту. Мы сейчас используем ту крошку, которая срезалась в процессе производства летних работ. То есть крошка срезалась, свозилась к нам на базу, сейчас мы ее разогреваем и укладываем в выборы. Не случайно первым в списке новаторского ремонта стал Южный мост. Он не ремонтировался больше 10 лет. Изношенность дорожного полотна, перепады температур привели к существенным разрушениям асфальта. Дневной трафик на этом участке больше 6 тысяч машин в час. Решение о срочном аварийном ремонте моста мэр Самары Олег Фурцев принял в январе во время объезда железнодорожного района. Мера временная позволит увеличить пропускную способность моста и снизить риск повреждения колес автомобилей. От и до мост отремонтируют осенью этого года. Мост заслуживает давно капитального ремонта. И мы в этом году получили необходимое финансирование, чтобы ремонт провести. В совокупности этот объем будет где-то 220 миллионов рублей. Немножко нам не хватает, около 40 миллионов, чтобы дотянуть ремонт до кольца. Но я думаю, мы эти деньги найдем в процессе текущего исполнения бюджета. Проектно-смертная документация почти готова. Значит, мы там постараемся сделать так, чтобы начать ремонтные работы после завершения ремонта Московского шоссе и Новосадова. Чтобы не создавать неудобств автомобилистам, дорожники работают в ночную смену. Аварийный ремонт уже провели на участке в 200 квадратных метров. Еще 250 планируют отремонтировать за 5 дней. Затем спецтехнику перекинут на другие дороги с аналогичными проблемами. Улицу Советской Армии, Ракитовское шоссе. В целом, аварийный ремонт дорог в этом году начнется раньше обычного. Мы договорились, что в середине февраля будут запущены заводы по производству асфальтобетонной смеси и специализированные машины, которые у нас есть в распоряжении, они также приступят к этой работе. Ремонт дорог и строительство хороших дорог – это приоритет политики губернатора Николая Ивановича Меркушкина. И мы очень внимательно следуем фарватеры этой политики. В прошлом году очень много было дорог отремонтировано. Перемены в дорожной ситуации отмечают и горожане. Согласно соцопросам, в перечне проблем, которые волнуют жителей, самарские дороги спустились с первых строчек на 5-6 место. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События. Коммунальную аварию удалось предотвратить в советском районе Самары. Сотрудники организации, обслуживающие теплосети, вовремя заметили небольшую утечку на трубопроводе. Среагировали быстро. Люди, которые были на работе, даже не узнали, что могли надолго остаться без тепла. Почти весь день Александр Желнин на морозе. Отойти от аварийного участка нельзя, пока все работы не будут завершены. Отделались малыми потерями, вздыхает мастер участка. Успели предотвратить порыв. Вовремя заметили утечку на трубопроводе. Ежедневно у нас происходит утренний обход, осмотр оборудования. Ну и в результате снятия параметров мы это все увидели. Сразу же начали работы по выявлению места утечки. Все, что мы смогли сделать, мы сделали оперативно, быстро и достаточно качественно. Новую трубу доставили со склада. С заменой коммуникации бригада справилась буквально за полдня. В таких условиях при низких температурах промедление – огромный риск. Произведена разработка грунта 15 метров. Скрыты плиты перекрытия. Произведен демонтаж старого трубопровода, порвавшегося. Произведен монтаж нового 15 метров. Если бы вовремя не предотвратили, вода в трубах могла замерзнуть, повредить коммуникации. К такому напряженному режиму работы бригада ремонтников привыкла. Сети, эксплуатирующие организации, перешли от ЗАО «Коммунэнерго», которая к отопительному сезону трубы не подготовила. Ремонтники и мастера говорят, им нелегко, но такая уж у них работа. Люди, которые с пониманием, они так эмоционально не реагируют, которые понимают. Больше чаще ругают нас. Но мы делаем все, что можем, и даже иногда немного больше. Теплые батареи, беспребойная подача воды и электричество в дома самарцев. Ежедневный нелегкий труд тысяч сотрудников коммунальной сферы. Их работа не видна, но ее чувствуют, когда дома тепло, светло и уютно. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Немного теплее стало и в квартире семьи Кайгородовых. Реакция управляющей компании «Васка» на визит наших корреспондентов оказалась молниеносной. Специалисты управляющей компании провели проверку в квартире самарцев, которые обратились к нам за помощью. Семья ветерана дальневосточника жаловала, что замерзает. Батарея чуть теплая, а нагреть воздух можно только за счет обогревателей. Специалисты «Васка» заменили вентили. По ощущениям, стало вроде теплее, но пока непонятно. То ли от того, что ветер перестал дуть в окна, то ли все же помогли коммунальщики. Температура, когда было свет отопления, у них висит дома градусник, 21 градус в квартире. Это было без отопления. Сейчас мы хотели замерить температуру, но на улице температура воздуха, она очень высокая. Замерять температуру смысла нет. Мы готовы сегодня, завтра разницы нет. Договорились с жителем, что мы замерим температуру на следующей неделе, потому что идет понижение. Если градусник покажет от 18 до 22 градусов, все в порядке. Таков установленный норматив температурного режима в жилом помещении. Если же температура окажется ниже, частные коммунальщики обещают провести более глобальную проверку. С места сдвинулось решение еще одной проблемы с несанкционированными свалками. Горы строительного мусора обнаружили сотрудники административной комиссии Кировского района Самары. Вдоль Смышляевского шоссе недобросовестные предприниматели устроили настоящую свалку. День за днем они свозили строительный хлам на территорию общего пользования. Но сотрудникам администрации удалось найти нарушителей. На фирму был составлен административный протокол и будет назначен штраф. Также бизнесменам пришлось за свой счет убирать незаконно сваленный мусор. На территории Кировского района есть несколько мест, куда постоянно приезжают погрузчики с мусором. Вместо того, чтобы везти его на специально отведенные полигоны, чтобы нарушителям неповадно было, там установили охрану. У нас есть такая улица Береговая, это за кислородным заводом. Здесь это совместно и с департаментом благоустройства, и с руководителем промышленных предприятий, было решено установить пункт охраны. Ее устанавливают два завода, буквально на этой неделе будет стоять пункт охраны. В части, касающейся завода прогресса, это у нас отдаленные территории Падовка-Чекаловка, там стоят уже шлагбаумы и тоже стоит пункт охраны. Возможно, теперь с ликвидацией незаконных свалок на улицу города станет меньше бродячих собак, уличные животные – потенциальная угроза для горожан. В Ленинском районе Самары жителям советуют быть на чеку. На днях в историческом центре поймали бешеную бродячую собаку. Ее поместили в ветлечебницу, потом перенаправили в питомник, где вскоре животное погибло. Известно, что контактировали с собакой два волонтера, принимавшие участие в отлове. Им рекомендовали пройти курс профилактического лечения. С февраля в Ленинском районе вводятся ограничительные меры сроком на два месяца. Направленное представление на губернатора Самарской области о наложении ограничительных мероприятий на территорию сквера Устиновой, как-нибудь у Полышного пункта. Всем владельцам животных советуют привить своих питомцев. Кроме того, домашних кошек и собак нельзя вывозить за территорию района, пока действуют ограничительные меры. Как заявили в департаменте ветеринарии, нарушители ждет штраф в размере 5000 рублей. К другим темам. В 134 года исполнилось о дне рождения маршала Советского Союза Климента Ефремовича Ворошилова. Именно он принимал в Куйбышеве легендарный парад 7 ноября 1941 года. По его приказу солдаты 65-й дивизии, которых ради участия в параде сняли с поезда, идущего на фронт, получили новое обмундирование. Также Ворошилов распорядился задействовать военную технику, которая стройными рядами прошла 74 года назад по площади Куйбышева. Праздничную речь выдающегося маршала завершили крики «Ура!» и 40 артиллерийских залпов. Враг напрягает все силы, чтобы прорваться к Москве, захватить столицу нашего государства. Питер, а Москву сломает не только свои хищные зубы, но и хребет, но и здравствует народы Великого Советского Союза. Благодаря хитрому стратегическому ходу и демонстрации несокрушимой мощи советских войск, весь мир понял, у СССР хватит сил противостоять любому врагу. Во многом именно парад 7 ноября 1941 года воплотил в реальность мечты народа о победе, который в этом году исполняется 70 лет. Выстоять в то суровое время многим помогала надежда. В год 70-летия победы в Самаре может появиться памятник матери и просто женщине, которая провожала своих любимых на фронт. Идею обсудили на заседании Комитета культурной Самары. Кого еще могут увековечить в бронзе, расскажет Мариана Мирная. Какой должна быть скульптура женщине? Должна ли она быть на кого-то похожей или, возможно, образ должен быть собирательным? Живо обсуждали краеведы, писатели, депутаты на первом в этом году заседании Орккомитета культурная Самара. Хотелось бы, что все-таки это был тоже некий такой памятник поколенческой благодарности поколению женщин времен Великой Отечественной войны. Те, кто тоже провожали своих мужей, сыновей на фронт, те, кто здесь работали, воспитывали детей, женщинам, послевоенные. Вот этому поколению, которое, я думаю, нас вырастило. В начале этого года на повестке вопрос и об установке композиции «Возвращение героя», посвященной 70-летию Победы. А также о Тимуре с его командой. Фильму исполняется 75 лет. Фильм «Тимурова команда» появился раньше, чем повесть Аркадия Петровича Гайдара. И поэтому именно благодаря этому фильму, который был снят полностью в Куйбышеве, и зародилась, и на многие годы распространилась, и стала популярным, особенно важным это было в годы Великой Отечественной войны, Тимуровское движение. По большому счету, я бы вообще ставил вопрос шире о возрождении Тимуровского движения. Может быть, Самара могла бы стать как раз центром средоточения и началом этой инициативы. Действительно, сегодня это объективно востребовано. Обсуждали также и памятник Фурагам, и Баяну, и Петру Алабину. Какие из них появятся на улицах города, будут решать на следующих заседаниях Комитета культурная Самара. Напомню, в прошлом году уже появились 8 информационных стендов, арт-объектов, скульптур и памятников. Это и бурлаки на Волге, рыбка и памятник российскому инженеру. Мариана Мирная, Константин Головин. События. Местной достопримечательностью стал и новый спорткомплекс в Самаре. В поселке Мехзавод появился кристалл самой высшей пробы. Современный ледовый дворец открыл свои двери для юных спортсменов. Крытая арена предназначена для хоккея с шайбой, фигурного и массового катания. С легкой руки губернатора начало положено. Вброс первой шайбы на лед спортивного комплекса «Кристалл» и юные хоккеисты, все как на подбор, смельчаки и храбрецы, уже в бою. Если там у борта надо побороться, если шайбу надо отнять, и также если надо силу применять, если бросать силу надо применять. Но у трусов так не получается. Хоккей – это агрессивная игра, и трусы этого боятся. Отдавать передачи, стоять друг другу за горой и никогда ничего не сваливать на партнера, всегда ему что-то подсказывать, когда ему непонятно. Тогда можно победить. Будущим победам способствуют также усердные тренировки и условия, в которых они проходят. Лед в спортивном комплексе «Кристалл» оценили по высшему баллу. Одновременно на катке могут заниматься до 120 человек. Трибуны рассчитаны почти на 500 зрителей. Самарская область становится центром подготовки хоккеиста, потому что при таких участий соревнований, которые здесь будут проходить, я, кстати, уже шестой раз провожу здесь Кубок Третьяка, и вот мы опять будем проводить в апреле месяце, чтобы многие спортивные команды приезжали, чтобы наши мальчишки тренировались. Кроме катка в комплексе есть универсальный игровой зал для занятий футболом, волейболом, баскетболом. Зал для хореографии и тренажерный зал. Губернатор Николай Меркушкин не смог пройти мимо ворот и дал мастер-класс юным футболистам. Кристалл – уже седьмой спортивный комплекс, открытый в Самарской области за последние годы. И это не предел, заявил глава региона. Дальше мы сейчас строим в Сызрани. Мы начинаем строить в Кошках. В Кошках будет комбинированный вариант и ледовый, и универсальный. Большой универсальный зал, полный универсальный зал, больше, чем здесь будет. Будем строить в Сызрани и строим два, две тройки здесь в Самаре и в Тольятти. Но в наших планах построить еще как минимум 30 ледовых площадок для ледовых дворцов. Не забыли и о фигуристах. Для них оборудуют специальную ледовую площадку, так как требования к их тренировкам отличаются от хоккейных. Марина Матвеевшина, Алексей Золотенков, События. Постепенно Самара становится настоящей спортивной столицей. В Советском районе прошли соревнования по настольному теннису. В них приняли участие порядка 30 студентов среднеспециальных учебных заведений. Крепко держать ракетку и уверенно бить по мячу. Акмарал Касанова занимается настольным теннисом уже 7 лет. Рассказывает, сначала играла просто за компанию, а потом увлеклась серьезно. Сегодня Акмарал – одна из лучших спортсменок в своем техникуме. Стать первой ракеткой ей помогли маленькие женские хитрости. Когда подаешь, ты смотришь на один угол. Естественно, соперник думает, что шарик придет на тот угол. И как бы настраивается уже, как бы массу тела поворачивает туда. И тут бац, на другой угол. И у него, естественно, это все быстро не может сформироваться, и он ошибается. Здесь все, как на серьезных состязаниях. Пары женские и мужские. Всего в турнире участвуют 6 команд, в каждой по 5 человек. Здесь только лучшие теннисисты района. Но взять в руки ракетку и встать за стол может каждый, утверждают спортсмены. Главное – желание. А необходимые навыки, реакция, ловкость и координация сформируются в процессе. На районных соревнованиях в первую очередь оценивали качество игры. Хорошая игра, когда два соперника друг другу достойно сопротивляются. Вот это хорошая игра. И честная спортивная игра, без эксцессов. А то бывает, нервы сдают, начинают ракетку уже. Некоторые не сдерживают, потому что психологически очень напряжение. Вот самая хорошая игра считается, когда человек до конца борется. Даже если он прыгает, но он до конца борется. Вот это хорошее. Соревнования по настольному теннису – первый этап большой районной спартакиады. В ближайшее время студентам советского района предстоит проявить себя в мини-футболе, волейболе, стритболе и легкой атлетике. Алина Чемерев, Станислав Левин. События. У меня на этом пока все. Всего доброго. До встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале «Самара Гиз». Мысль затянуть ремни неожиданно пришла в головы сенаторов. Совет Федерации решил сократить свои расходы на 75 миллионов рублей. Правда, это не сами сенаторы догадались, а Минфин предложил. А такие предложения не стоит игнорировать даже Сенату. Совет Федерации уже сократил количество зарубежных поездок и размер делегаций. В бюджет Совета Федерации на 2015 год заложено 4 миллиарда рублей. Кстати, такое же предложение поступило и в Госдуму. На нее в бюджете на текущий год заложено почти 7 миллиардов 300 миллионов рублей. Пока депутаты предложили сократить аппарат Думы, но от поездок не отказались. Жаль, никому не пришло в голову урезать депутатам зарплаты. И это вот они точно заслужили. Решение правительства России выделить 20 миллиардов рублей на субсидирование ставок по ипотеке значительно поддержит отрасль, а банки начнут кредитовать население по новым правилам уже с начала марта. Ожидается, что оживление в банковском секторе как раз в марте и начнется. При этом конечная кредитная ставка по льготной программе может составить 13% годовых. Но получить заем на этих условиях можно будет только при покупке жилья на первичном рынке. Российский фондовый рынок открылся ростом. Индекс ММВБ в плюсе на отметке 1656 пунктов. Среди лидеров роста – Солерс, Башнефть, МТС, Акрон и Распадская. Аутсайдеры – Алроса, Фосагра, Северсталь, ГМК, Норильский Никел и Полюс Золото. К открытию торгов в России сложился позитивный внешний фон. Американские фондовые площадки по итогам вторника закрылись в плюсе. Повышение нефтяных котировок и попытки закрепиться выше 60 долларов за баррель сформировали спрос на акции нефтегазового сегмента, что в основном и повлияло на уверенный рост американских индикаторов. Азиатский рынок торгуется преимущественно с позитивной динамикой. Курс доллара на 4 февраля – 67 рублей 77 копеек, курс евро – 76 рублей 82 копейки. Золото стоит 2791 рубль за грамм, серебро стоит 37 рублей 52 копейки за грамм. Цена нефти марки Brent – 58 долларов 79 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Крылья Советов присматривают нового защитника. «Лада» победила автомобилист по булитам. Спортсмен из Тольятти занял третье место в беге на 400 метров. Крылья Советов интересуются 24-летним защитником казанского рубина Тарасом Бурлаком. Агент футболиста Сергей Пушкин дал понять, что его клиент готов уйти в аренду. Сейчас Бурлак тренируется с молодежным составом казанцев. В этом сезоне он провел два матча в премьер-лиге. Помимо самарского клуба Бурлаком интересуются Амкар и Томь. В 2013 году бывший гендиректор «Крыльев» Денис Маслов заявлял, что самарскому клубу предлагали взять Бурлака в аренду, но условия оказались неподъемными. В очередном матче чемпионата КХЛ «Лада» в Екатеринбурге выиграла у автомобилиста. Упорная борьба закончилась серией буллитов. Счет в первом периоде открыл Иржи Гункес. Вскоре сами Лаписто сравнял счет, который продержался до конца основного времени. Овертайм победителя не выявил, а в серии штрафных бросков решающий буллит на свой счет записал Семен Валуйский. Следующую встречу тольяттинцы проведут 5 февраля в Ханты-Мансийске, где сыграют с местной Югрой. В Смоленске завершилось первенство России по легкой атлетике в помещении. В соревнованиях участвовали более 500 спортсменов в возрасте до 18 лет из 62 субъектов России. Лучший результат среди самарских спортсменов показал Дмитрий Мартошич. В беге на 400 метров он финишировал третьим, преодолев дистанцию за 49,62 секунды. От второго места тольяттинец отстал на 0,29 секунды, от первого на 0,41 секунды. Дмитрий Мартошич, воспитанник с дюшер номер 3 в секции «Легкая атлетика». Дмитрий Мартошич, воспитанник с дюшер номер 3 в секции «Легкая атлетика». Дмитрий Мартошич, воспитанник с дюшер номер 3 в секции «Легкая атлетика». Дмитрий Мартошич, воспитанник с дюшер номер 3 в секции «Легкая атлетика».